В этом видео мы узнаем, как можно быстро победить боссов в этой игре, каким образом можно заработать много чипов, как ввести секретный промокод, и правда ли, что в этой игре нет ни одной рекламы. Это и многое другое в этом видео. Обязательно посмотри до конца, чтобы не пропустить интересные моменты, ведь это полный обзор игры Туалет Вар. Погнали! Ну что ж, начальный экран этой игры выглядит именно вот так, и сразу же на слух бросается саундтрек. И это, кстати, отсылка на вторую часть 57-го эпизода, ведь именно в этой серии мы так запомнили эту музыку. Ну ладно, насчёт главного экрана. Справа у нас настройки, можно регулировать звук, музыку и поменять язык, а также можно выбрать графику. Мы выберем, конечно же, самую высокую. На левом верхнем углу показывается наш баланс. На данный момент у нас ноль чипов, но это мы скоро исправим. Внизу магазин. Тут есть скины и оружие. Скин камерамена. Скин спикермена. Тиви-мен. Вантус-мен. Большой камерамен. Большой спикер-мен. Большой тиви-мен. Камера-вуман. Спикер-вуман. Тиви-вуман. Спикер-титан. Тиви-титан. Камера-титан. А также, если вы заметили, слева показывается характеристика персонажа. Что насчёт оружия? Тут есть обычный пистолет, пузи, который доступен со второго уровня. Калашник, дробовик, М4, снайпер и пулемёт. Да, чуть не забыл. Насчёт чипов. На старте у вас будет ноль чипов, но в этой игре у меня есть бонус для вас. Если ввести промокод разу, то можно получить тысячи чипов. Чтобы это сделать, нужно нажать на чипы. Далее нажимаем на ввести промокод. Тут вводим промокод разу. Получаем нашу награду. Вуаля, теперь у нас на балансе тысяча чипов. К сожалению, другие промокоды вводить нельзя, так как в игре можно вводить только один промокод. Ну что ж, давайте потратим эти чипы. Рекомендую это всё потратить на улучшение. В конце видео узнаете почему. Готово. Остаток баланса 145 чипов. Здоровье улучшили до пятого уровня. Атаку до четвёртого. Погнали дальше. В чём суть игры? Спаси друга. Найти его легко. Следи за красным кругом на карте. Чтобы спасти друга, придётся сразиться с боссом. Битва будет жаркой. Собирай лучшее оружие по всему городу и следи за его характеристиками. А вот и сама игра. Графика вполне классна для игры в стадии бета. Эти синие свечения это оружие. На данный момент у нас есть только пистолет. Поэтому, когда мы будем наступать на эти синие свечения, мы будем получать именно пистолет. До того момента, когда мы купим себе другое оружие. Я уже слышу звуки скибедистов. Они где-то рядом. Нужно быть на чеку. О, а вот и первый скибедист. Он бежит за мной. Сейчас попробую его уничтожить. Нажимаю на кнопку прицела. И камеромен автоматически уничтожает его. Классная механика. На левом верхнем углу у нас расположена карта. Нажимая на плюс-минус, можно увеличить и уменьшить расстояние. Рекомендую постоянно смотреть на карту. Ведь именно там обозначаются скибедисты. А вот и первая волна туалета. Пока что легко. Так как их очень мало. Но в последующих уровнях их будет всё больше и больше. На данный момент мы справились с первой волной. Погнали дальше. Ладно, давайте ускорим этот процесс. И дойдём до первого босса. А вот и тот самый скибедист в камуфляже из первых серий. И как раз таки, это и есть первый босс. Сейчас нам нужно его уничтожить, чтобы помочь нашему другу, который находится в клетке. Вау, он сразу нападает на меня. Но получает в ответ мои пули. Ещё немного я его уничтожу. Кстати, не забудь про лайк. У него мало хп. За уничтоженного этого босса я получил 29 чипов. А сколько всего я получил, можно проверить в конце игры. А вот и наш друг. И мы освобождаем его. И получаем 17 опыта. И 54 чипов. Да, насчёт заработка чипов. Чтобы получить валюту, нужно уничтожать туалеты. И за каждого уничтоженного скибедиста, вы получаете несколько чипов. Количество зависит от скибедиста. Чем мощнее скибедист, тем больше чипов. А чипы в дальнейшем можно обменять на крутые скины. На мощное оружие. И прокачку персонажа. А за спасение друга, тебе будет начисляться опыт. И пока я с вами разговаривал, я уже дошёл до скибедеучёного. А встретил я его вот на этом уровне. Этот скибедист выпускает паразитов. И у них вот такая тактика. Они любят нападать сзади. Самое главное не допустить, чтобы они дошли до вашей спины. А, они дошли до моей спины. На, 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 на. О, нет, я допустил их слишком близко ко мне. Ещё немного, и я бы уничтожил бы его. Мне нужно уйти на безопасное расстояние. От него никак не убежать. Он слишком быстрый. Ладно, сейчас попробую выстрелить в него. Давай, немного осталось. Что? У меня закончились патроны. Нет, мне нужны патроны. Он гонится за мной. Вот патроны. Это мой шанс. Я взял патроны. Нет. Кстати, это впервые, когда я проиграл. И как вы могли заметить, на данный момент в игре нет ни одной рекламы. Так что успейте поиграть, пока в игре нет рекламы. Дубль два. Привет, скибеди учёный. На этот раз я тебя уничтожил. Дело сделано. Теперь нужно освободить друга. Тиви Мэн свободен. Из-за того, что он умеет импортироваться. И как я уже говорил ранее, после каждого уровня будет всё сложнее и сложнее. А вот и новый босс. Скибеди Болгарка. И он также был уничтожен. Но из-за него мне уже дали больше 80 чипов. Давайте обратим внимание на правый верхний угол. Тут у нас худо оружие. Тут нам только нужно следить за патронами. Ведь они не бесконечные. Чтобы перезарядиться, можно просто тыкнуть на оружие. Вау, смотрите, кого мы встретили. Первая версия Джи Мэна. Он нападает не как для скибедисты. Он использует против нас свои лазеры. И сразу скажу вам, я его победил не с первого раза, а со второго. И сейчас я вам расскажу, почему я не смог победить его с первого раза. Во-первых, перед атакой вам нужно подготовиться. Вам нужно собрать как можно больше патронов. Во-вторых, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы скибедисты стояли уже перед вашим носом. Их нужно уничтожать на дистанции. Как только они доберутся до вас, на 99% они вас уничтожат. И все же, если вы подпустили к себе скибедиста, то немедленно отпустите кнопку прицела и начните просто бежать в поисках аптечки. А вот и Джи Мэн. Это наша с ним вторая встреча. Как видите, я не подпускаю его к себе, но я допустил ошибку. Я недостаточно много взял патронов. Теперь мне придется их искать. А вот и патроны. Мне остается просто перезарядить пистолет и уничтожить его. 139 чипов. Отлично. На всякий случай можно подобрать и аптечку. Ти Ви Мэн освобожден. Мы уже дошли до пятого уровня. На балансе у нас больше 800 чипов. А для покупки первого оружия нам нужно 1000 чипов. Второй левел у нас уже есть. После покупки нового оружия в магазине, оно появится в игровом мире. В рандомном порядке. Насчет скинов. У некоторых из них есть уникальные способности. Но, к сожалению, это мы проверить не сможем. Так как у меня не хватает чипов. Но если вам понравится это видео, я пополню мой баланс. И тогда сделаем вторую часть на эту игру. Так что жду ваши лайки. Как вы видите, тут уже очень много скобедистов. И все они хотят уничтожить этого камерамена. И уже я чувствую всю сложность этой игры. Ладно, приступаем к плану Б. Покупаем оружие. Так как у нас уже есть 1000 чипов. Как я говорил ранее, оружие выпадает рандомным образом. То есть мне может выпасть либо пистолет, либо УЗИ. И мне повезло. Мне выпало УЗИ. Теперь туалеты уничтожаются в 2 раза быстрее. И это прям очень заметно. Я представляю, что будет, если покупать пулемет. И уже, как вы заметили, скобедисты совсем другие. Не похожие на тех других. Уже даже есть скобедиполицейский. А также крутой скобедист в очках. Таким образом, я почти дошел до седьмого уровня. В целом, мне игра понравилась. Даже очень. На данный момент, это самая качественная игра про скобедитуалет. Но есть, конечно, небольшие минусы. Но это и так понятно. Так как игра находится в стадии бета-тестирования. На данный момент, в эту игру можно играть только на Android. Но в середине ноября, пользователи iOS могут также поиграть в эту игру. В плей-маркете вы не найдете эту игру. Так как она еще не популярна. Так что под этим видео, я оставлю вам ссылку на эту игру. А также мой промокод RAZU. Чтобы вы смогли получить тысячи чипов. Что могу сказать? Вы были на канале RAZUPLAY. А с вами был RAZU. Встретимся в других видеороликах. Всем пока!